Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, рассчитывая Новый Завет, Божий Новый Филат на Толкование, это после деяния, порядка номер 22, деяние это отдельно у нас вышло. Послание к римлянам, 8 глава, 27 стих. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Толкование блаженного Фефилакта. Человек тот, говорит, стоит и молится не потому, будто Бога неизвестны наши нужды, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, то есть у духовного человека. Он просит вместо верующих, находящихся в церкви, ибо они святые, именно угодно Богу. А это бывает для того, чтобы мы научились просить по воле Божией, то есть угодно Богу. Итак, если о нас ходатайствует Дух, то не печалься, оскорбляемый. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Толкование. Сказанное прежде именно, тварь покорилась в суете, стих 20. Также, освобождена будет от рабства тлению, стих 21. И еще, мы не знаем, о чем молиться, стих 26. Все это, как заметили мы, служило для преследуемых в Риме ободрением. Но теперь, присовокупляемое яснее всего. Любящим Бога, говорит, все, даже кажущиеся неприятным и прискорбным, содействуют ко благу. Не сказал, что любящим Бога не приключаются никакие беды. Но, что хотя и приключаются, однако Бог употребляет бедствие к пользе, подвергающимся Он им. Потом, так как это оказалось невероятным, подтверждают это прошедшим, говоря, призванным по Его изволению. Бог, говорит, призвал тебя, когда ты был вдали и усвоил тебя себе. Не тем ли паче поможет Он призванному, а званым становится человек по изволению, то есть и по собственному Его произволению. Ибо одного звания недостаточно, потому что в таком случае все спаслись бы, потому что все призваны. А нужно еще произволение. Послание Кремлина, 8 глава, 29-30 стихи. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А у кого оправдал, тех и прославил. Толкование. Бог наперед знает достойных званий, потом предопределяет. Итак, сначала предведение, потом предопределение. Под предопределением же, разумей, неизменную благую волю Бога. Так Он наперед знал, что Павел достоин евангельского звания, и таким образом предопределил, то есть неизменно определил, и потому положил призвать Его. О ком Он наперед знает, что достойных званий, тех делает подобными образу Сына Своего. Чем был единородный по естеству, тем они стали по благодати, сделавшись и сами сынами Божиими. А первородный Он между многими братьями по домостроительству, ибо по божественности Он есть единородный. Он, восприняв плоть, соединил ее всю и всецело со всем естеством Своим, стал начатком нашим, осветив себе осужденное наше естество. И потому достойно есть первородный, а мы именуемся братьями Его. А кого призвал, тех оправдал, освободив от грехов и саделов праведными через баню возрождения. А кого оправдал, тех и прославил, удостоив их усыновления и дав им прочие дары. Послание к римлянам, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Толкование. Видишь ли, что здесь весьма явно показывает, что говорит к бедствующим? Речь его почти такая. Если мы удостоены таких благ в то время, когда были врагами, то вот сколько больших удостоимся после оправдания и прославления своего? Если Бог за нас, кто против нас? Хотя бы восстала против нас вся вселенная, восстание эта премудрость Божия обратит в наше спасение и славу. Римлянам, 8 глава, 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не даруют нам и всего. Толкование. Представь себе, что он не пощадил сына своего, то есть единородного, возлюбленного, который из существа его, ибо есть сыны Божии, усыновленные через крещение. Но предал его за нас, предал за всех, то есть благородных, неблагородных, славных и ничтожных. Предал не просто, но на убиение. Как теперь не даруют нам всего? Кто дал владыку, тот не дал ли прочих даров? Итак, если он не дает чего-нибудь, из этого не следует, что не дает вовсе. Поэтому не слишком желай освобождения, огорчаемый за Христа, ибо получишь желаемое, когда он даст. Римляна, 8 глава, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Толкование. Так как верующие встречали от иудеев в числе других искушений, и тот укор, что они легко изменялись и мгновенно обращались в христианство, то говорит, вас избрал Бог. Кто же будет обвинять избранных Божиих? Если выберет что-нибудь художник-человек, то никто не будет опорочить его. Кто же будет порочить выбор Божий? Римляна, 8 глава, 34 стих. Кто осуждает? Христос и Иисус умер, но и воскрес. Он не одесной Бога. Он не ходатайствует за нас. Толкование. Не сказал Бог, как пускает грехи. Но что гораздо важнее, Бог оправдывает. Итак, не будем бояться ни искушающих, ни подосящих. Нас избрал и оправдал Бог, и умерший за нас, даже воскресший Христос. Кто же осудит нас, удостойных такой славы? Сказал, ходатайствует о нас, чтобы показать любовь Христа к нам. То есть, что хотя Христос и исполнил домостроительство по плоти, однако не прекратил человеколюбивого отношения к нам, но предстательствует за нас. Это значит, ходатайствует. Такое выражение отнюдь не умаляет славы единородного. Прежде сказал, он и одесную Бога. Это знак величества его. Почему и присовокупил. Ходатайствует. Показывай этим не другое что-нибудь, но, как сказано, любовь к нам. И об отце сказано, как бы сам Бог увещевает через нас. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Неужели, слава Богу, умоляются от того, что он молит? Напротив, это служит знаком незреченного попечения его за нас. Некоторые понимали слова «ходатайствует о нас» так, поскольку он носил тело и не сложил его, как пустословит манихей, то это самое и есть предстательство и заступление к отцу. Ибо, взирая на это, отец воспоминает о любви к людям, по которой сын его понес тело, и таким образом склоняется к милосердию и милости. Так говорит Павел потому, как неоднократно замечал я, чтобы воодушевить бедствующих и показать им, что и дух ходатайствует за нас. И отец не пощадил для нас собственного сына, но оправдал и прославил нас. И сын предстательствует за нас, поэтому вы не должны ни унывать, ни падать духом. Римлянам 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь ли, теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано толкование. Кто так любим, исподобился такого промышления, того ничто не может отлучить от этой любви. Имнем же скорби и тесноты обнял все, что только может причинять бедствия, хотя и не перечислил их по одиночке. Римлянам 8 глава 36 стих. За Тебя умерущляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Толкование. Дабы не почли скорбей, тесноты, прекращение любви Божией, приводит слова пророка, предводовещавшего о них и показавшего, что теперь терпение или умерущление всякий день для славы Божией составляет величайшее утешение. Каковое терпение? Или утешение бывает по произволению, потому что для природы оно невозможно. А умерущляться, значит быть приносимым к жертву Богу. На это именно указывает, когда говорит за овец, обреченных на заклание. Как овцы не противятся, когда их заколают, так и мы. Римлянам 8 глава 37 стих. Но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Толкование. Сказав прежде, что нас умерущляют, апостол, чтобы не ослабел кто, помышляя о человеческом, предлагает ободрение. И не говорит побеждаем, но преодолеваем. То есть с легкостью, без трудного пота и при том тем, посредством того, чего строят нам козни. В том-то и состоит совершеннейшая победа, чтобы одерживать вверх в то время, как нас гонят и преследуют. Итак, не теряй веры, потому что нам способствует Бог, и не только способствует Он, но и возлюбил нас. Поэтому ничего нет удивительного в том, что мы легко одерживаем вверх во время самых напастей. В римлянам 8, глава 38, 39 стихи. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Толкование «Прежде сказал, что Бог возлюбил нас, а потом говорит о своей любви к Богу, дабы никто не подумал, что Он сам превозносит себя. Мы, рассуждая так, прикованы к любви к Богу, что нас не могут оторвать от нее не только бедствия, неразлучные с этой жизнью, но если бы тиран, какой стал угрожать будущей смертью, состоящей в казни, или пообещал нескончаемую жизнь, дабы таким образом отвлечь нас от Бога, Он немало не преуспел бы в том. И что говоришь ты мне о царях и тиранах? Нас не могут отвратить от любви той ни ангелы, ни все горние силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, то есть находящаяся в тебе, ни глубина, то есть находящаяся в земле, ни слава, ни бесславие. Под высотой некоторые разумеет царство небесное, а под глубиной потерю его. Даже если бы была другая какая тварь, как видимая, так и постигаемая умом, и та не отвлекла бы меня от любви той. Так выразился не потому, что будто ангелы отвлекают людей от Христа, но в виде предположения и вследствие сильного желания показать высшую степень любви к Богу, не той, которая хвастается евреем, но той, которую имеют христиане. Ибо, хотя иудеи говорят, что они любят Бога, но любят Его не во Христе и Иисусе, потому что не веруют во Христа. Послание к римлянам, 9 глава, стихи 1 и 2. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Толкование. В последующей речи намерен доказать, что не все, происшедшие от Авраама, суть семя его. А дабы кто не подумал, что говорит это, в сильном возмущении Духа предваряет. И устраняя такое предположение, говорит о евреях благоприятно им. Высказывает, что весьма любит их. Дабы ты поверил мне, говорит, истину говорю о Христе, не лгу. Доказательство этого приводит трех свидетелей. Христа, собственную совесть и Святого Духа. Говоря, «Великая у меня печаль, снедающая сердце мое при имении евреев, что они находятся в неблагодати, о чем не намерен он говорить». Римлянам 9 глава, 3 стих. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Толкование. Сперва узнай, что такое отлучение. Оно отделение, отчуждение. Как никто не смеет касаться дара, посвященного Богу, так и отлученного, только по другому чувству. К священному дару никто не осмеливается приблизиться из уважения, как к посвященному Богу. А с отлученным все прерывает связи, как со скверненным и отчужденным от Бога. Что же значит, сказанное Павлом? Кажется, что он говорит здесь противоположное тому, о чем была речь выше. Там он сказал, что никто не отлучит нас от любви Божией. А здесь говорит, что он желал бы быть отлученным от Христа. Кажется, что он противоречит сказанному прежде. Но на самом деле нет. И здесь высказывает он желание быть отлученным от Христа по любви к Богу. Все обвиняли Бога, что он изгнал и лишил чести евреев, удостойных усыновления, пользовавшихся особенностью славой и называвшихся предками Христа. И вместо них вел людей, никогда не знавших Бога, язычников. И высказывали ропот и холум на промысл, как будто сие делалось несправедливо, и Бог обманывал праотцов, которым обещал дары. Поэтому-то Павел терзался, скорбел о славе Божией и желал сам быть отлученным, только бы спаслись иудеи и прекратилась их хула на Бога. Видишь ли, что он по пламенной любви к Богу желает, если возможно, быть отлученным от сонма, вечно живущих со Христом. Не от любви его, но от славы его и наслаждения не от наслаждения ею. Так и отцы часто отделяются от сыновей, чтобы сыновья прославились. Отнюдь не отчуждаясь от любви сыновьей, но желая сами быть в бесславии, чтобы они сделались славными. Итак, рассуждает апостол. Я, совершивший несчетное множество подвигов, любящий Бога безмерно, желаю для славы Божией лишиться славы Христовой. А это не значит лишиться, но скорее приобрести. Словами за братьев моих, родных мне по плоти, указывает на самую нежную и пламенную любовь свою к иудеям. В Римлянам 9 глава 4-5 стихи То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Толкование. Здесь хвалит и превозносит иудеев, дабы кто, как я сказал, не подумал, будто говорит в сильном возмущении духа. Незаметно же высказывает, что Бог желал и им спастись. Это видно из того, что Он удостоил их усыновления и славы, дал обетование от самых, снабдил их всеми прочими преимуществами и соизволил, чтобы от них рождился Христос. Но они сами отвергли благодеяние, посему, изумляясь в любви Божией, воссылают благодарение единородному и говорит, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Хотя другие рассуждают, хулят, что принятие язычников было неосновательно, но мы, зная тайны Христовы, знаем, что Он достоин прославления. При этом должен посрамиться Арий, потому что Павел называет Христа Богом над всем. послание к Римлянам, 9 глава, 6 стих. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Толкование. Я, распаляюсь от того, что хулят Бога, и потому высказал желание, чтобы не все спаслись. Но если не все спасутся, то отсюда не следует, будто Бог солгал в обетованиях данных отцам, и не сбылось Слово Его. Он исполнил обещанное, хотя хулители и говорят, что Он одним обещал, а другим дал. Слушай дальнейшее. Римлянам, 9 глава, 7 стих. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, Высоакий наречется тебе семя. Толкование. Бог говорит, исполнил обещанное. Он сказал, тебе дам и потомству твоему. Бытие, 13 глава, 15 стих. Итак, посмотрим, какое это потомство. Не все происшедшие от Авраама, суть просто потомства его, и не все происшедшие от Израиля, суть израильтяне, родившиеся по примеру Исаака, и знаменитые добродетели Израиля, через которую он видел Бога. Ибо не сказал, который от Иакова, но от Израиля упомянул о почтеннейшем имени. Итак, если разумеешь, то рождается по примеру Исаака, то найдешь, что обетование не ложно, ибо таковым даны обетования. Поэтому Бог отнюдь не заслуживает хулы, что он сказал, то и исполнил, хотя некоторые и не принимают того. Не понимают. Не понимают этого. Римлянам, 9 глава, 8 стих. То есть не плотские дети, суд дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду и у Сары будет сын. Толкование. Не я говорит, объясняя тебе, что такое истина семьи Авраама. Но Ветхий Завет, который говорит, в Исааке наречется тебе семя. Бытие 21 глава 12 стих. Посему, кто родился, по примеру Исаака, то есть по обетованию, те поистине суддеть Авраама, а наипаче Божией, ибо все совершалось Словом Божиим. И Исаак родился не под закону и силе природы, но по силе обетования. В это же время приду и у Сары будет сын. Бытие 18 глава 10 стих. Итак, Исаак образован и рожден Словом Божиим. Так и над нами чадами Божиими в купеле водной как бы в утробе произносятся слова Божии, которые и образуют нас, потому что мы, крещаясь во имя Отца и Сына и Святого Духа рождаемся. И как там Бог обещал рождение Исаака и потом исполнил Оное, так и наше рождение обещал Он через пророков и потом привел Оное в исполнение. Поэтому слова в Исааке «Наречется тебе семя» следует понимать так. Семя Авраама суте, которые родились по примеру Исаакова рождения, то есть Словом Божиим. Следовательно, Слово Божие сбылось, но Бог даровал обетованное истинному семени, то есть верующим из язычников, сделавшихся чадами Божиими, как и Исаак. Потому что и они от обетования. Если же иудеи скажут, что слова в Исааке «Наречется тебе семя» означает то, что родившиеся от Исаака причитаются во семя Авраама, то следует почитать и Иудеев, и всех происшедших от него, потому что пратьец их Исаак был сын Исаака. Но Идумеи не только не называются сыновьями Авраама, но даже весьма чужды израильтянам и называются иноплеменниками. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Сегодняшнее учение в православной церкви о рождении свыше совершенно не сходится со священным писанием или даже отсутствует. Утверждает, что рождение происходит от воды и духа, но нет ни того, ни другого. Душа, неоплодотворенная семенем Слова Божия, не может никогда родиться свыше, потому все, что делается в крестильных комнатах, есть не рождение, а удушение. И если бы даже крестили в полное погружение, так же не научая, то ситуация эта нисколько не выправит. Был сухой мертвый грешник, а ушел мокрый мертвый грешник. Послание к римлянам, 9 глава, 10 стих. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Толкование. Доказал уже, что хотя у Авраама было много разных потомков, однако семенем его назван Исаак и те, которые рождаются подобно ему. Теперь говорит, это можешь видеть не на Исааке только, но что важнее на братьях, родившихся от одного отца и от одной матери, и при том близнецах, то есть на Исааве и Якове. И они получили неодинаковые права, но один избран, а другой возненавиден. Поэтому не спрашивай, почему Бог избрал язычников и сделал их семенем Авраама, паче же Божиим, а евреев отверг. В римлянам 9 глава 11-13 стихи. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы произволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощению у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Толкование. Многие говорили, почему язычники предпочтены иудеям, ибо никто не мог сказать за добродетель, потому что все согрешили. Апостол собирает много затруднений, не постижимых для нас, но постижимых для одного Бога. Сначала представляют, что между двумя братьями-бризнецами избранный избран не за добродетель, возненавиденный возненавидит не за порочность, ибо они не сделали ни добра, ни зла, потому что находились еще в отрубе матери, но по избранию, по предведению Божию. Один избран и возлюблен, а другой возненавиден, как и пророк говорит, я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел. Малахи, 1 глава, 2 стих. Дабы все было делом Бога и его избрание и предведение. Но что я говорю об этих лицах? Все израильтяне славили телеца, но одни наказаны, а другие нет. И фараон поистине был жесток, но и другие многие также были жестоки. Почему же наказание постигает его одного? Видишь ли, что это непостижимо для людей, но постижимо для одного Бога? Так и избрание язычников и утверждение, отвержение иудеев представляется нам неосновательным. А в очах Божьих то и другое весьма справедливо. Таков смысл всего настоящего места. Римлянам, 9 глава, 14 стих. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Толкование следовательно, Бог справедлив и по отношению к нам, язычникам, и по отношению к иудеям. Римлянам, 9 глава, 15 стих. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Толкование. Присовокупляет, как и выше сказано, и другое изречение из Ветхого Завета, доказывая, что один Бог знает, кто достоин чести и кто наказания. Хотя все равно согрешили, а, хотя все равно согрешили, когда слили тельца. Однако Бог одних помиловал, а других предал левитам на убиение. И Моисей, великий пред Богом, не знал причины этого, а ты доведываешься причины, почему язычники предпочтены иудеям, хотя были грешниками. Впрочем, Павел мог высказать причину эту, как и высказал в другом месте, что израильтяне думали, что они оправдываются делами, а язычники полагали, что они оправдываются верой и благодатью, однако не высказывают ее теперь, с избытком заграждая уста любопытных и убеждая не испытывать судеб Божьих. Римлянам 9 глава 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Толкование. Исаак хотел благословить Исава, но Иаков поспешил на поле, чтобы, наловив дичи, получить от Отца благословение, а Бог по праведному суду сделал, что Иаков как совершенно достойный получил благословение. Здесь апостол казалось бы уничтожает свободную волю, но на самом деле нет. О доме говорим, что он весь есть дело мастера, хотя мастеру нужны и вещество, и помощники постройки, однако поскольку она зависит от него, говорим, что он построил весь дом, так и о Боге говорим, что все его дело, хотя Бог имеет нужду и в нашем произведении. Он совершает, он и двинцы дает, он и осуждает, поэтому и говорим, что все дело Бога. Все. дело.